Но мы движемся дальше и в нашей студии уже гости. Это Эмилия Меметова, солистка Государственного Академического Музыкального Театра Республики Крым и Руслан Барышев, солист Государственного Академического Театра Музыкального. Как же приятно и радостно начинать день в такой отличной компании. Ну и по традиции, как началось ваше утро, как добрались? Отлично. Я, конечно, люблю вас спать, но ради такого случая. Ну, творческие люди, наверное, все-таки любят поспать. Но я думаю, что в связи с вашей профессией вам не привыкать вставать так рано? Не знаю, я, конечно, встаю попозже, чем мне сегодня пришлось. Иногда полезно и приятно выходить из зоны комфорта. Поэтому давайте все-таки поговорим о рок-опере «Орфей» и «Вредика». Ну, для начала мы бы хотели рассказать о том, что у нас открылся театральный сезон, 65-й, юбилейный. Но для нас, для артистов этого театра, работа началась несколько ранее. Мы поехали на гастроли в Екатеринбург. Эти гастроли организовало Министерство культуры Республики Крым. За что мы выражаем большую благодарность и Арине Новосельской за эту возможность. Мы повезли, ну, достаточно большие были гастроли на 10 дней. Повезли наши самые большие спектакли, скажем так, спектакли-шлягеры, которые уже полюбились нашим зрителям и весьма с большим успехом полюбились они Екатеринбургу. Да, ну, это было, наверное, в рамках обменных гастролей, да. Вот, поначалу зритель к нам так немножко присматривался. Присматривался, скажем так, да. Да, они думали, ну, Симферополь, что интересно они нам привезут. А в итоге... Удивили? Удивили. Очень удивили, расположили, полюбили. У нас столько там появилось поклонников, ждут, пишут. Это отлично то, что вы умеете удивлять в любом городе, в любое время. А скажите, а чем удивляет каждый новый сезон? Вот, например, 65-й, чем он удивляет? Миля. Ой, у нас было очень много премьер. Вот, например, открыли мы сезон. Гал-концерт. У нас было два концерта, да. И плюс искусство жениться. Да, премьера. У нас Руслан в главной роли. А Джон Монкриф роль. Вот. И 15 и 24, кажется, числа у нас будет премьера состоится. Травиата, опера. Долгожданная, насколько я знаю. Потому что и по городу много афиши. Люди говорят о Крыму. Я даже, да, хочу заметить, что это была... Это первая опера, которая будет ставиться в Крыму. Которая будет на сцене. Да, в Эрли. Это все очень красиво, серьезно. Некоторые сцены показали во втором акте нашего гал-концерта, чтобы подготовить зрителя, немножечко раскрыть закулисную, скажем так, постановочку. Ты был на постановке рок-опере «Орфей и Эвритика» или нет? Вот не был. Интересно. И мне, и, думаю, нашим телезрителям. Да. Премьера состоялась в 2017 году. Это такая трактовка древнего мифа у нас. Такая яркая трактовка древнего мифа. О любви, о славе, да. Главный герой, да, Орфей, он все-таки решил, при почет для себя все-таки выбрать славу. Он променял, променял любовь. Да, променял любовь. И в итоге, когда слава растаяла, растаяли все вокруг эти люди, и он понял, что он остался абсолютно один. То есть без искренней любви и без, собственно говоря, той славы. И лишился своего дара. Ну, в нашей трактовке это, во всяком случае, так. Я очень хочу сказать, чтобы зрители, которые придут на наш спектакль, будет, кстати, 2 ноября, Орфей и Эвритика, чтобы они понимали, что не всегда нас, артистов, главных героев, нужно воспринимать как главные герои. Иногда это эмоции, какие-то энергии, чувства. Вот у нас есть хороший такой образ, образ Фортуны. Ее не слишком можно... Лира. Ее нельзя воспринимать как человека. Правильно люди это играют. Это люди, конечно, да. Это же интересно. Как можно сыграть славу? Это, наверное, эмоции. В любом случае, этот человек, наверное, играет с милителем. Нет, нет, зритель, просто попадая на рок-оперу, он понимает, что эта слава, она... Да, как олицетворение. ...соблазняет, она... Ну, вот смотрите, существует постановка уже больше двух лет. Если с 2017-го уже, ну, около двух лет. Что-то на протяжении этих двух лет менялось? Нет. Нет? Постановка, нет. То есть вы ее просто оттачиваете, но, тем не менее, выходите на репетиции и работаете над этой постановкой. Да, конечно. Это рок-опера. Наверняка все-таки есть вещи, которые менялись. Я говорю о вашей подаче. В нашем внутреннем состоянии отношения к этому. Потому что, безусловно, мы каждый наш день переживаем, и происходят какие-то события в жизни, которые нас заставляют уже немножко по другим углом это рассматривать и понимать некоторые вещи. И, конечно, так становится ярче, интереснее зрителей. Но есть отличия, когда вы пришли и только от первой репетиции до последней понимание с каждым днем меняется? Это действительно так? Ну, наверняка. Ты уже больше расслабляешься и уже больше даешь волю чувствам, эмоциям. Потому что первые примеры, конечно, наверное, бывают. Немножко ты так зажат, сконцентрирован немножко. Нервничаешь, да. Да, уже ты просто наслаждаешься и купаешься. Еще хочу сказать, что этой рок-опере уже 42 года, и она очень любима всеми поколениями. Вот. И она вошла в Книгу рекордов Гиннесса за... За большое количество... Постановок по всем площадкам театральным. Именно и еще выступления. Так что зритель наш любимый, приходите, не пожалеете. А можно еще такой вопрос. Вы приходили к кому-нибудь на данную постановку? Нет, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Но дело в том, что я заметил такую тенденцию, что она довольно редко выбирается какими-то театрами. То есть она в целом в Питере, в основном ее показывают, и вот именно рекордное количество там сыгранных... Это именно рок-оперы сыгранных моментов. Ну, как так сказать, много раз она там играется и на протяжении уже большого количества лет. И что могу сказать, что она актуальна, написана, кстати, Журбин, композитор, она актуальна и по сей день именно тем фактом, что несмотря на то, что там используются некоторые, скажем так, временные моменты, например, пластинки, то, что в то время, в 75-м году было модно, то, что слушали люди на пластинках, сейчас это уже, конечно, вышло из моды, но, тем не менее, ты погружаешься в то время и понимаешь, о чем это идет речь. И вот мы сделали в этой постановке такое шоу современное уже, где идет слава не так, как это было представлено в Советском Союзе и в то время, а уже на сегодняшний манер и несколько такой даже дискотечный вариант, потому что вот декорации костюмы у нас Злата Цирцен сделала и она сделала их немножко в стиле таком аниме, то есть она внесла даже какое-то такое вот, да, такое разнообразие интересное. И, кстати, эта рок-опера получила гранд-при, завоевала на международном фестивале «Боспорский агон» в 2017 году, и там же диплом получила наша Злата Цирцен, которая сделала эти костюмы, как за высокое художественное оформление этой работы. Ну, еще я хочу сказать, знаете, что эта тема и сейчас актуальна. Тут получается, что человек предпочтет? Славу или все-таки останется порядочным человеком, верный своей любви, своим чувствам? Да, это действительно тема, которая никогда, наверное, не потеряет своей актуальности. Это было и во времена наших родителей, дедушек и бабушек. И, наверное, у наших детей тоже очень часто будут такие споры, что же выбрать, потому что случается, когда ты стоишь на этом распуте. А еще хотелось бы спросить. Вы, наверное, заметили, что у нас на площадке работает не один человек и не два человека, у нас работает очень большая команда. Сосчитать, наверное, мы не сможем, но около 20 человек. Сколько ваша команда готовит? Сколько человек примерно готовит один спектакль? У нас очень высокопрофессиональный... У нас занята вся, все силы театра заняты, вот в данном случае в рок-опере Орфея Вреддика заняты все. Это и наш главный режиссер Владимир Косов, это и дирижер Эльмир Мухтерем, это и Влада Цитцинс, Гацюленко наш, Александр Гацюленко наш главный балетмейстер. То есть Зоя Волкова музыкальный хормейстер этого, именно этой рок-оперы. Артисты хора все, весь балет, свет, звук, аппаратура. Очень высокопрофессиональный коллектив. Все-все работают, да, к сожалению, не все видят зрителей, не всех видят зрителей, но мы постоянно стараемся как-то выразить свое и восхищение, и любовь, и благодарность за то, что эти люди, пошовной цех, в особенности костюмеры нам помогают. Я могу сказать, что это, наверное, одна из моих любимых ролей Эври Дика. Я помню, когда мы ставили эту рок-оперу, были такие моменты, что мы с Владимиром Анатольевичем Косовым просто рыдали. Там есть момент, когда в конце Арфея приходит, и он только слышит ее голос, а я сижу внизу, и он как бы меня обнимает, и он меня чувствует, но мы с ним разговариваем. Да, и вот эти, я помню, моменты, нас с Косовым аж до слез доводили, аж до мурашек. Так что музыка очень красивая. Я думаю, что зритель, если придет, он не пожалеет, многое, что для себя подчеркнет, вынесет. Да, безусловно. История чувственная, эмоциональная, поучительная, любовь, слава. Ну, я, наверное, к вам присоединюсь, уверен, что зритель придет и оценит. Приходите, с удовольствием будем ждать всех. В новом сезоне, 65-й сезон только начался, еще все самое интересное впереди. В каких ролях мы еще вас увидим? Я представлю для вас роли Виолетты в ропере «Травиата». Вот, 15-го числа. Это примерный показ. Это пример, да. Вот мы сейчас активно трудимся над постановкой. Музыка, ну, это классика, Верди. Да, это очень красиво. Тоже у нас прекрасные костюмы. Но у нас есть все условия для того, чтобы поставить оперу? Потому что на протяжении всего времени не было опер, а тут, на тебе, 65-й сезон, а не сделать ли нам оперу? А вы знаете, мы всегда делаем как-то вот, берем и делаем, и получается. Ну, то есть до этого надо дорасти, или что происходит? Почему? Ну, вот на протяжении всего времени опера не было, а сейчас у нас появилось. Ну, опять же, да, мы растем, мы развиваемся. У нас сейчас сорвался такой артистический состав, который и имеет консерваторское образование, и люди, которые это уже исполняли во время обучения в консерватории, получили уже опыт и уже пришли к этому сами. Поэтому мне кажется, что есть такая возможность. Еще в студентской консерватории я исполняла партию Флоры, это подруга Виолетты. А вот сейчас у меня такая была возможность, да, попробовать себя в роли Виолетты. Вот. Что еще хотела сказать? Ну, смотрите, каждую неделю у вас... Я хотела сказать единственное, что... Ну, вот вы говорите, доросли. Да, мы доросли, но есть момент, что акустически немножко у нас зал не рассчитан на оперу, потому что, опять же, оперные театры там... Немножечко по-другому сделан зал, так что звук летит сам по себе. Да, и отражает. А ну мы, конечно, будем себе, наверное, как-то помогать. Ну, посмотрим, когда-то будем. Будем очень за вас переживать. Обязательно придем на эту премьеру, и так же, как и на все остальные другие премьеры. Ну, и хочется отметить, что у нас в гостях сегодня были солисты Государственного академического музыкального театра Республики Крым Эмилия Меметова и Руслан Барышев.